здравствуйте рада всех приветствовать на своем канале уральская кудесница меня зовут нато и сегодня у меня очередное видео и очередной эксперимент в технике лоскутный витраж решила я попробовать еще один вариант и думаю он точно получится для этого мне нужно будет ткань ткань я взяла ту же самую что и в предыдущий раз и кстати меня поправили мои подписчики это корейский хлопок ну поэтому он и стоит таких денег ткань очень хорошая качество обалденные расцветки красивые у нас их 4 расцветки я думаю что приобрету все четыре по полметра первый полметра я уже приобрела осталось еще а три раза по полметра очень хорошая ткань но конечно дорогая и так буду использовать ее но и в дополнение для цветовой гаммы возьму еще другие расцветки ткани также в этот раз я буду использовать клеевую паутинку вот она у меня белая черная в различных размерах это лента можно использовать знаете такая есть клеевая паутинка на бумаге я не знаю точно название этой ткани раньше она лет так 15 назад продавалась вот так же метражом полоска бумаги на нее прикреплена клеевая сторона прикладываешь утюгом убираешь бумагу она стоит очень удобная вещь но сейчас она в магазинах называется мне клеевая паутинка на бумаге по-моему на букву п как-то называется не помню название и опять девочки но очень дорогая 400 рублей а стоит метр ширина вот у нас магазинах 90 сантиметров и 400 рублей стоит метр я считаю это очень дорого для такой клеевой но паутинка можно пользоваться конечно и паутинкой также можно использовать клей-карандаш в общем кому что понравится я решила поработать с клеевой паутинкой благо у меня ее очень много покупала еще свое время вот знаете просто прицепом зайдешь в магазин ткани что-нибудь купишь ну давайте клеевую паутинку она никогда лишняя не будет и с ней ничего не случится плесенью она не покрывается и так опять отошла клеевая паутинка булавочки еще сегодня я буду использовать копировальную бумагу у меня вот такой набор формата а4 50 листов стоимость вот этого набора 105 рублей мне очень нравится работать с копировальной бумагой очень удобно не надо вырезать выкройки копировальная бумага хорошо отпечатывается над светлой ткани и даже на джинсах на темных джинсах ее тоже можно различить в общем очень девочки удобно также очень удобно размножать выкройки у меня нет дома к сырексе поэтому я пользуюсь копировальной бумагой у меня есть картина по моему портрет африканки где я работала при помощи копировальной бумаги сегодня я буду делать то же самое взяла лист вот посмотрите у меня наверное видно через экран даже на листе видно как я чертила блоки закрученный колодец чтобы их размножить без ксерокса в общем мне нужно сегодня будет копировальная бумага также на бумаге я нарисовала тот рисунок который хочу видеть в технике лоскутный витраж как и в предыдущей работе у меня в середине круг в нем у меня сердце там была бабочка здесь сердце затем я также начертила вот такие волнистые линии от центра к краю и потом их поделила еще на сегменты то есть я разнообразила если у меня в предыдущей работе были просто полосы то есть теперь у меня эти полосы делятся на фрагменты затем на бумаге я уже пометила те цвета которые буду использовать буковка г я пометила ткань голубого цвета она у меня будет вся в середине две буквы это означает у меня здесь будет оранжевая ткань и за это зеленая ткань то есть у меня здесь будет три расцветки ткана затем я все эти фрагменты пометила еще и цифрами вот посмотрите буковка г 1 лоскут буковка г 2 лоскут буковка г 3 лоскут буковка г 4 лоскут буковка г 5 1 лоскут 6 голубой 7 голубой дальше у меня идет оранжевый вот он у меня первый оранжевый идет второй и так я все пронумеровала чтобы мне удобно было работать что я делаю дальше дальше я буду все эти лоскуты все эти фрагменты переносить на ткань сейчас покажу как это делается легко и просто беру кусочек ткани но я обрезать от основного лоскута не буду вот так вот прикладываю затем беру кальку калька у меня прозрачная поэтому мне видно каким образом я прикладываю лоскуток чтобы меньше зарасходовать ткани я буду врезать вот этот 8 я конечно за кадром уже почти все вырезала чтобы не трафик ваше драгоценное время и вот покажу только на одном единственном лоскутке затем прикладываю кальку пальчиком здесь вот все придерживаю чтобы меня никуда ничего не убежало чуть-чуть пододвигаю еще раз проверяю восьмой у меня обходит полностью вот он у меня восьмой весь пальчиком придерживаем кальку затем вот так вот прикладываю копировальную бумагу отодвигаю кальку и мне остается только карандашом обвести тот лоскут ту выкройку которую я хочу использовать в работе чуть-чуть надавливаю карандаш еще раз смотрите все перевела убираю кальку в сторону убираю копировальную бумагу и посмотрите лоскут то есть та выкройка которая мне нужна переведена на ткань и мне остается только ее вырезать очень я люблю работать копировальной бумагой и скалькой выкройки делать на кальке вот такие рисунки портрет у меня африканки тоже по моему сделан на кальке я потом его переводила при помощи копировальной бумаги у меня помощью снегурочка на скорее всего да потому что ну такая очень простая незатратная техника купили рулон копировальной бумаги то есть упаковочку 100 рублей хватит вам ее надолго с одного листа можно много выкроек сделать много перевозь перевести и ну и конечно кальку калька рулончик тоже стоит недорого и поверьте хватит вам надолго его и это также вот линии копировальной бумаги они хорошо стираются потом все выкроила номер у этот лоскуток он у меня идет под цифрой 8 все сделал теперь я беру свою заготовочку посмотрите копировальная бумага мне уже не нужно а вот сам рисунок нужен я сейчас буду работать с рисунком так и в предыдущий раз у меня здесь идет черная ткань без затем идет салфетка по уборке для дома сердечко я уже пришила и пришила сердечко швом зигзаг просто захотелось этот раз поработать вот таким непонятным швом зигзаг дальше я буду работать простой строчкой и так не цепляется буду теперь прикладывать лоскуты вот у меня нарезаны лоскуты оранжевого цвета вот у меня полностью готовы лоскутики голубого цвета и полностью готовы лоскутики зеленого цвета и так я начинаю выкладывать рисунок здесь я смотрю что зеленый цвет и цифра 3 вот он у меня зеленый цвет цвет и цифра 3 и так я буду сейчас это все выкладывать где что-то не подойдет можно подрезать перекроить выкройку в общем проблем никаких нет девчонки все я просто выкладываю тот рисунок который у меня на бумаге выкладываю лоскутами на ткани оставляя расстояние между ними все начинаю свой процесс рабочий что-то Продолжение следует... 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 лоскуты мои все на месте очень удобно работать с калькой прикрепила ее на булавочку и отгибаю ее подкладываю лоскуты помогаю пинцетам все у меня уже на месте кальку я убираю она мне больше не понадобится и теперь я постепенно приклеиваю все лоскутики при помощи клеевой паутинки мне осталось вот это место доделать вот один лоскутик у меня здесь не сошелся ничего страшного я его подрежу потом теперь я беру свою гладильную мини-досочку беру паутинку и очень простым способом ее приклеиваю не паутинку, конечно, а лоскуты на паутинку рву паутинку также помогаю себе пинцетом делаю ее под выкройку небольшими кусочками в тех местах, в которых, считаю, нужно затем обязательно лист бумаги ну, либо какую-нибудь ткань только не влажную паутинка клеится при помощи сухого утюга так, дальше убираю со второй паутинки ой, со второй половинки ну, и здесь тоже сделаю паутинку в общем, вот таким нехитрым способом я приклеиваю все лоскуточки итак, все лоскуты у меня на месте все приклеены никуда они не убегают смотрите, испортила один лоскуток испортила второй лоскуток отвратительным утюгом вот такой я недавно приобрела утюг на Валбересе дорожный утюжок сгорел мой предыдущий утюжок фирмы Скарлетт и я решила заменить его заменила и неудачно отвратительный утюг регулятор вообще у него практически не работает он палит он жарит он жгет хоть у него и тефлоновое покрытие причем он еще издает запах когда работает в общем, вонючий какой-то нехороший запах ручка у него складная но неудобная в общем, девочки если вдруг вам нужен будет дорожный утюжок и вы будете приобретать его на Валбересе вот такой точно не берите вообще как кобяка не знаю, посмотрю может быть уберу эти два лоскута перекрою, сделаю новые но я вам рассказываю дальнейшую работу все, у меня все приклеено а теперь я смотрю вот это расстояние чтобы везде было ровно все равно ткань она себя везде по-разному ведет и где-то я здесь видела что у меня не очень расстояние вот, посмотрите видите здесь два куска ткани практически смыкаются с друг другом поэтому я вот здесь вот так тихонечко подрежу и так пройдусь по всему рисунку посмотрю, чтобы везде было все правильно лоскуты не соприкасались и дальше буду отстраивать по краю все лоскуты и буду отстраивать нитями в том лоскута здесь значит голубые нити здесь зеленые здесь оранжевые нити и может быть еще что-то придумаю и дальше уже вернусь к вам с готовой работой сейчас подумаю, что сделать с двумя с этими испорченными лоскутами работу я свою полностью завершила и как всегда как чаще у меня бывает произошли изменения я вам говорила, что все лоскуты пристрочу прямой строчкой изначально я так и сделала но потом все-таки решила попробовать зигзаг мелкий так как просто строчкой у меня есть такой вариант я решила посмотреть, как будет смотреться витраж где лоскуты пристрочены мелким зигзагом и вот в этой работе посмотрите я потом все прошлась мелким зигзагом и в итоге вот такая у меня работа получилась ну что могу сказать что я прямо довольно-довольно вау-вау нет такого что я расстроилась тоже нет такого я сделала то что я хотела я экспериментирую я ищу тот вариант который мне понравится и я пытаюсь так сказать добиться более правдоподобного витража вот но с облегчу в облегченном варианте а не так как мы привыкли шить с бейками да а что-то попроще по облегченнее и поинтереснее надеюсь что я когда нибудь найду такой вариант ну а на этом наверное хочу с вами попрощаться если вам понравилось мое видео ставьте лайк если не понравилось конечно ставьте дизлайк подписывайтесь на мой канал у меня для вас много нового интересного я занимаюсь не одним видом творчества и рукоделия ну а на этом наверное все я хочу с вами попрощаться желаю вам счастья здоровья и мирного неба над головой пока пока до встречи на моем канале